Победителей конкурса «Наши Подмосковья» наградили в Люберцах. Напомним, в этом году наш городской округ стал лидером по количеству поданных заявок среди муниципалитетов Подмосковья. А 63 проекта, присланных люберчанами, стали лауреатами премии. Вас искренне поздравляем с победой. Очень приятно, что наши победители являются достойными и настоящими. Как вы считаете, подобная премия нужна Московской области или нет? Хотелось бы услышать ваше единое мнение. Безусловно, премия губернатора нужна. Участники встречи единогласно поддержали мнение, что конкурс помогает развивать регион и развиваться самим добродетелем. Вероятно, благодаря такому настрою люберцы в этом году в числе лидеров. Первые по количеству поданных заявок, первые по количеству зарегистрированных пользователь на сайте конкурса и первые по количеству участников, защитивших свой проект. Спасибо за не только участие, но за такой дух, внутренний дух к победе. Вот те, кто тянется и работает на результат и стремится к победе, они всегда побеждают. В этом году лауреатами премии стали 63 люберецких проекта. И это достаточно много, учитывая изменения правил участия в конкурсе. Работы попадали не в номинации по тематике, а в категории по количеству задействованных людей. К примеру, в проекте «Открытое культурное пространство» дача музея композитора Глиера официально задействовано 72 человека. Семья и близкие известного музыканта собственными силами восстановили поместье в Малаховке. Сейчас там проводят музыкальные вечера, художественные выставки и многие другие мероприятия для талантливых людей. За это и удостоились награды. Для нас это дело чести, мы отстаиваем память композитора, потому что на этом маленьком пространстве некогда в 40-е годы Ренгольд Морисович купил этот участочек, и с тех пор он был таким культурным пространством. Мы с честью и долгом восстанавливали наш музей. Конечно, направим средства на расширение нашего культурного пространства, на его дальнейшее оснащение. Среди победителей как взрослые, так и молодые люберчане. Это общественные и культурные деятели, ветераны Великой Отечественной войны и в целом те, кто неравнодушен к жизни региона. В 2017-м 24 наших проекта победили в категории «Инициатива», 30 в категории «Команда». В их числе Красковская народная дружина, благодаря которой поселок спит спокойно. В прошлом году полученная награда помогла парням снарядиться экипировкой. Мы очень рады, что также выиграли второй раз. Надеемся, что будем участвовать в дальнейшем и планируем дальше выигрывать. В дальнейшем мы также планируем пустить все средства в развитие нашего проекта. Отметим, в этом году от Люберец поступило 1978 проектов. Основными направлениями стали такие темы, как «Культ Просвет», «Активная Подмосковья. Зеленый регион» и «Гражданская инициатива». Анна Троян, Дмитрий Родзенко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!